Девчонки, всем привет! Сегодня будем выполнять вот такие дизайны. Почему-то мне очень захотелось порисовать на тему нового года. Вот материалы, которые я буду использовать. Серебристый лак, белый гель-лак и топ. Ничего сложного, материалов очень мало. Я думаю, даже у новичка есть такие цвета. Итак, я уже нанесла на типсу черный гель-лак. Это, кстати, Близз. Он здесь в один слой выкрашен. И начинаю белым гель-лаком рисовать бантик. Кстати, сейчас все, наверное, знают, что у нас в преддверии черной пятницы в каждом магазине, не только в наших ногтевых, проводятся скидки. Все материалы, которые я использовала в видео, я заказывала с сайта имкосметик. У них сейчас скидки до 70% с 22 по 25 число. Ну, а мы продолжаем рисовать наш бантик. Нарисовали мы такие, как ушки у зайчика. Центр у нашего бантика, он и не круглый, но и не четко квадратный. Нарисовали и соединили две линии, то есть наши ушки с нашим центром. Далее мы рисуем вот такой большой достаточно кружок. Маленьким его лучше не делать, потому что шарик будет смотреться куцей. И тем более мы впоследствии будем заполнять его стразиками. После того, как мы все это нарисовали, мы берем чистый топ, то есть без белого и начинаем аккуратно размывать внутри наших ушах, заходя на контур. То есть мы уже ничего не примешиваем, ничего не добавляем за счет того, что мы топом немного размываем границу. Кстати, мы ее потом все равно обведем. Мы просто размываем и создаем такую некую легкую дымку. Если вдруг получилось так, что у вас недостаточный слой белого или ваш топ плохо размывает этот белый, тогда можно в топ капнуть капельку белого на палитре и чистым топом уже растушевать. Нам просто нужно создать некоторый свет и тень, но без использования каких-либо других цветов. И центр шарика мы заполняем серебристым гель-лаком. Просушиваем в лампе. На данном этапе я перекрываю свой дизайн топом и отправляю в лампу сушиться. После того, как мы просушили, нам понадобится белая гель-красочка без липкого слоя. И мы начинаем потихоньку обводить каждый контур. Обратите внимание, что линии, они все-таки не должны быть одинаковой толщины везде. То есть где-то она у меня толще, где-то тоньше. Это создает больший объем нашему рисунку. Когда мы закончили с бантиком, мы переходим с вами и обводим контур шара. Он должен быть и не тонким, и не толстым. Если будет слишком толстым, тогда он будет смотреться громоздко, а если будет слишком тоненьким, мы просто за стразиками потом его не увидим. Аккуратненько обводим уже белой непрерывистой линии. И вот смотрите, на палитру я капнула немножко топа и утопила в нем бульоночки. Это все сделано для того, чтобы нам потом не прикрывать лишний раз бульонки. Бульоночки круглые и площадь крепления у них очень маленькая, поэтому хорошо, если они будут полностью окутаны нашим топом. Ну и этим же топом я промазываю шарик и креплю на него стразики. Если кому-то нравится, чтобы шарик был полностью заполнен, то советую выкладывать не в хаотичном порядке, наверное, все-таки, а по кругу. И можно еще между стразиками добавить бульоночек. Я думаю, такой дизайн ни одну вашу клиентку не оставит равнодушным, потому что в прошлом году я делала похожие дизайны, только в цвете, и он у меня был очень-очень популярен. Вообще, я люблю создавать интересные дизайны. Этот дизайн я немного подсмотрела в инстаграме, что-то тут добавила сама. Мне просто захотелось его повторить. Ну а мы с вами переходим к следующему дизайну. Я намечаю здесь две снежиночки. Одна у меня будет побольше, а другая поменьше. И покажу вам, как их нарисовать так, чтобы у вас обязательно это получилось. Итак, ставлю вот такие четыре капельки и сухой кисточкой просто вытягиваю из них материал. То есть, когда у вас кисточка мокрая и полностью находится в материале, у вас никогда не получится таких тонких линий. Просто ставите капельки там, где будут ваши лучи снежинки, обтираете кисточку и вот такими простыми движениями проводите. Посмотрите, какой тонкий кончик у них получается. Это просто беспроигрышный вариант. Ну и в центре я провожу вот такие вот маленькие вензелечки или палочки, запятые, как кому удобно. В общем-то, снежинка это делается очень быстро и она не смотрится как детская снежинка с этими вот лучиками пушистыми. Мне очень нравится такая снежинка, я всегда рисую обычно такие. Только в этом случае лучше возьмите белую гель красочку без липкого слоя. Если у вас нет безлипкого слоя, можно взять и с липким в принципе, но больше подойдет без липкого слоя. Потому что белый гель лак здесь уже не подойдет, он начнет растекаться и ваш дизайн, то есть вот эти вот тонкие лучи будут как раз таки испорчены. Они все сольются друг с другом и у вас не получится такой воздушности. Ну а мы нарисовали уже вот такую еще небольшую снежиночку. И посмотрите, из самых длинных лучиков чистой кистью, то есть без материала, мы вытягиваем вот такие вот небольшие лучики. Посмотрите, какая она стала пушистенькая. Ну и эта маленькая снежинка, мне кажется, немного недоделанной, поэтому я добавлю еще лучиков. Так она будет более пушистая и интересная. Ну и конечно же все знают, что зимой очень популярны дизайны с акриловой пудрой, поэтому мы обязательно присыпем нашу снежинку акриловой пудрой. Все это, кстати, мы рисовали по топу, то есть уже по готовому ноготочку. То есть сначала у меня был черный цвет, потом я перекрыла его топом, и только потом я стала рисовать снежинки. Просушиваем в лампе одну минутку и стряхиваем пыль. И еще я прикрепила в центр маленькие стразинки. Мне кажется, они здесь очень уместны. И последний дизайн наш на сегодня. Я взяла черный гель-лак, перекрыла типсу, сделала серебристый треугольничек и будем рисовать елочку. Елочка будет очень схематичная, очень интересная. Я думаю, вам понравится. И рисуем в шахматном порядке от большего к меньшему. Вот такие вот закорючки. Вообще очень простая елочка. Люблю простые дизайны, которые быстро выполняются, но эффектно смотрятся. Кстати, девчонки, черная пятница очень удобна в этом году. Она в самом-самом конце ноября, и поэтому это отличная возможность с большими скидками закупиться на Новый год, если вы мастер. То есть все знаете, в Новый год потребуется много базы, много топа и так далее. И со скидками я считаю, что выйдет намного-намного дешевле. Заходите на сайт, смотрите, ссылочки я оставлю в описании под видео. И также посыпаем акриловой пудрой этот дизайн. Вы знаете, с акриловой пудрой почему-то очень похоже это все на снег становится. Плюс эта акриловая пудра у меня очень мелкого помола, и она очень хорошо впитывается и носится. Итак, вот такие дизайны у нас с вами сегодня получились. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте свои вопросы в комментариях. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok